Я хочу несколькими поделиться сегодня боевыми искусствами Духа. Мне так нравится, что мы в этом сезоне. Боевые искусства Духа. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом. Господь Саваоф будет великолепным венцом. И славной диадемой для остатка народа своего. И духом правосудия для сидящего в судилище. И мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Мой Господь Саваоф будет великолепным венцом. Мой Господь Саваоф будет для меня славной диадемой. Мой Господь Саваоф будет духом правосудия для сидящего в судилище. Мой Господь Саваоф будет для меня мужеством, потому что я отражаю неприятеля до ворот. Мой Господь, мое мужество. Господь Саваоф будет для меня мужеством. Мой Господь, мое мужество. Скажи, мой Господь, мое мужество. Повернись движимым и скажи, мой Господь Саваоф, мое мужество. Повернись другому и скажи те же слова. Аллилуйя! Аллилуйя! Запомните это Писание. Берите его в уста, чтобы не перочинный ножик выходил из наших уст, но мощный меч. И когда Господь являлся Иоанну на апостолу на острове Патмос, у него выходил большой меч. Хочу поделиться еще одним искусством, боевым искусством духа. Это из Псалма 117, 24, короткий стих. «В сей день сотворил Господь, возрадуемся, возвеселимся воной». Недавно я принимал утренний туалет. Ну, то есть как душ, простите меня. Все мы, конечно, здесь духом святым только живем. И я подумал, не очень-то мне нравится это занятие теперь. Ну, как бы оно не очень сильно помазано, оно забирает время. И я должен делать то, что как бы делаю каждый день на протяжении всей своей жизни. Славы и новизны очень немного. Творческих, новационных решений тоже не так много. У каждого из нас есть свои собственные технологии. Мы считаем, что они лучшие. Но если бы мы воспитывались во дворце королевы, мы могли бы сильно пострадать. И когда я делал то же самое, что и вы все, я подумал, как я могу раскрасить это время? Потому что я не хочу жить в черно-белом кино. Я подумал, как я могу раскрасить эти 20 минут в этой комнате? Так, чтобы они были цветные. И я подумал, я сделаю это. И сейчас, когда я делаю это на протяжении последнего времени в этом сезоне, я получил благодать. Это время я провожу в хвале. Это не просто мурлыкать себе под нос и там молиться на языках просто и пустой дух. А вот есть святой дух, а есть пустой дух. А вот именно сознательно, наполнившись сознанием, занимаясь этими всеми делами ежедневными, ты славишь и благодаришь. И я стал переживать смысл этого занятия. Смысл этого занятия больше, чем просто жить по плоти. Я подумал, да, так поступают войны. Я просто забираю это времени, это время у мира, у греха, у дьявола, у плоти. Ну, простите, там, конечно, греха мало, нету греха никакого. Но у плоти я одухотворяю эти 20 минут тем, что я в них славлю, благодарю, славлю воинственно, превозношу. И занимаясь рутинной работой, я ее преображаю в смысловую работу. Она у меня становится полной смысла. И кто говорит, что этот день сотворил Господь? Тот, кто Его так назвал. Кто назвал этот день Господень? И я думаю, да, я назову это утро Господним. Я принимаю решение сказать, этот день сотворил Господь. Это не надо ждать праздника, скоро у нас будет Пасха, и мы все мы дождемся этого счастливого дня, и тогда возрадуемся. Нет, я сегодня нарекаю, этот вечер, утро, час, какой бы ни был, это день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон, и воздайте Богу славу. Этот прием боевого искусства Духа я назвал преобразование рутинных мест и времен. Преобразование рутинных мест и времен. И поэтому нам надо сегодня рассмотреть наше время, которое мы проводим в жизни, и нам скучно, или это просто рутина, чтобы ее раскрасить. И я хочу дать три даже уровня, как это сделать. Нам нужно научаться творчески подходить к тому, что мы делаем неинтересно. Элементарно. Это на уровне Духа, Души и Тела. Если твое рабочее место не приносит тебе никакой радости, мы можем его обновить. Твоя спальня, твой кабинет, просто твоя квартира, ты можешь ее обновить, потому что удручает тебя, или просто приносит тоску, или просто это не приносит никакой радости. Ты можешь обновить. Душевно ты можешь наполнить это звуками, красивой музыкой, какой-нибудь божественной красотой или картиной. Помните, как Давид сказал, ты возрадовал меня творением рук твоих? Я не знаю, говорил ли он это о жене своей. Или говорил он это о котенке, который там к нему залетел. Или говорил он о птицах, когда увидел какого-то белого голубя на подоконнике. Я не знаю. Но это было какое-то творение, которое возрадовало Давида. Это душевно, но это важно, чтобы мы преобразовали свои рутинные места. Это боевое искусство духа. И некоторые люди так живут, что если придешь к ним в замок, ты попадешь в дыру, в мышиную нору, начиная от запаха света и запаха одеял и куч в углах, которые почти шевелятся. И думаешь, я где? Ты здесь живешь? Так у тебя здесь царствует депрессия. Здесь потенциально уныние по умолчанию. Ты что, с ума сошел? А ну-ка, меняй шторы. Срочно этот свет. Сдирай эти шторы. А ну-ка, проветривай. Не уходит запах? Сдирая обои. Выгребаем все. Ты крышки копишь от стеклянных банок? У тебя целлофановые пакеты нужны? А, для мусорного ведра. Рутина, скажи. Рутина и потопай ногами. Аминь. Поэтому преобразование рутинных мест и времен. И вы знаете, когда мы преобразовываем. Возьмите свое самое ненавистное дело в 24 часах в суток. И туда вблейте расплавленную лаву славы. Просто славьте, 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 славьте. Когда мы преобразовываем рутинные места и времена. Ну, я так уже назвал. Времена 12 секунд. Это делает рутинную работу ярче. Это преображает нашу рутину. Вы знаете, человек приходит, у которого мозги светлые. У которого, как говорят, светлая ты голова. Вы думаете, это про ум? Нет. Это про свет в уме. И говорит, темный ты человек. Потому что темный. Даже внутри твоей машины все понятно о тебе. Это серьезно. Твой мир. Когда мы преобразовываем наши места, рутинные и времена, это дает смысл рутинной, но необходимой деятельности. Есть деятельность, с которой ты не можешь от нее отказаться. Она постоянно с тобой каждый день. Или каждую неделю, или каждый месяц. Она превращается в рутину, когда ты теряешь смысл проведения этого времени. Просто это по необходимости. Но не все мы любим это. И поскольку время идет и привычки начинают нас захватывать, или владеть нами, или просто жить по соседству, но плотно держа нас за горло, то тогда нужно что-то делать с этим. А я предлагаю обновиться и делать этот апгрейд каждый сезон. Это на уровне духа, когда мы вливаем хвалу и прославление. Оно, может быть, нет эмоций. Но не хочу я сейчас славить, надоело. Слушай, открой ротик и славь. Вознайте Богу славу. Это, ребята, боевые искусства духа. Ты посмотри, идет война, здесь все наряды. Где Сидоров? Сидоров там. Лежит с калачиком, скрутился на своей кроватке. Ты почему? У меня температура. Температура. Какая температура? Братья, у меня температура. Ты где был? У меня температура. Воздайте Богу славу. Ребята, видите, это другая планка вообще. Я понимаю, что здесь должен быть баланс. Прости. Воздайте Богу славу за эти вещи. Я так рад здесь вообще взвобождаться в этих вещах. Это классно. Вообще. И у меня теперь есть смысл. Я потом второй раз стал делать, третий раз. Ух ты! Это становится для меня новой привычкой. И я теперь думаю, ух ты! Я светлая голова. Вот здесь. Возьмите свои 24 на 24. 7, 24 из 366. И преобразуйте это. Преобразование рутинных мест и времен. Преобразуйте. Влейте туда прославление. Это всегда работает. Это всегда работает. Своё рабочее место. Своё место отдыха. Преобразование рутинных мест. Продолжение следует...